Здравствуйте! Время новостей на канале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Смотрите выпуски. К масштабному ремонту готовы. Тротуары очень нужно делать, особенно вот вблизи школ и детских садов. Первыми восстановят пешеходные тротуары у школ, детских садов, больницы и других социально значимых объектов. Тёплая зима аграриям не навредит, зато может прибавить работы пожарным. Люди начинают традиционно заниматься уборкой территории. Сегодня в Саратове говорили об аномальной погоде против рекламных конструкций. Это раздражает, отвлекает. Ну и извините меня, я помню времена, когда их не было. Саратовцы хотят передвигаться по проспекту Кирова, не натыкаясь на баннеры. Какая погода на дворе будет в среду 11 марта на Святого Порфирия? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Не переключайтесь. Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Государственной Думы по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщают информагентства. Он отметил, что принять поправку об обнулении президентских сроков можно, если она будет поддержана гражданами при голосовании, а её законность подтвердит Конституционный суд. А до этого Дума работает до 2021 года, а президент до 2024. Об этом уже написал в своём телеграм-канале пару слов депутат Госдумы Николай Панков. Начнут масштабные работы. В областной бюджет поступило 500 миллионов рублей на ремонт тротуара в городе. Первыми восстановят маршруты у школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов. Напомним, инициатором благотворительного проекта стал Вячеслав Володин. Восстановить разбитые тротуары в городе планирует за три года. А на Заболуево узнала, когда приступит к масштабным работам. Маршрут по центру города как полоса препятствий. Чтобы пройтись по Родищево, Вольска или Чапаево, нужно преодолеть яму и обойти неровную плитку. Такая картина буквально на каждом шагу. По статистике, пригодными в нашем городе считаются лишь два километра дорожек из восьми. Дороги делают, а тротуары в общем-то в плохом состоянии. Поэтому тротуары очень нужно делать, особенно вблизи школ и детских садов. Я сама директор школы, и у нас подход к школе в двух местах очень плохой. В осеннее и зимнее время заливает, и подойти к школе очень проблемно. Решить проблему во всем городе предложил Вячеслав Володин. По задумке спикера Госдумы в порядок приведут практически все тротуары в городе. В первую очередь около детских садов, больниц и культурных объектов. За три года на благоустройство городской среды потратят более полутора миллиардов рублей из внебюджетных средств. 80% тротуаров нормального качества отсутствуют на сегодняшний день в городе Саратове. А это не только создание комфортных условий, это прежде всего создание и безопасности для той или иной категории граждан. Первые адреса, где пройдет масштабный ремонт, уже определены. Маршруты выбирали сами саратовцы. Их восстановят в этом году. Узнать места работ можно на интерактивной карте города. В информации указан маршрут пешеходной дорожки, ее протяженность и социально значимые объекты, которые расположены рядом. Наша задача – произвести эти работы в срок, в летний период, качественно. И эти участки обсуждались с общественными советами районов. И буквально в течение дня двух будут объявляться уже аукционы на проведение работы по восстановлению тротуаров в городе. Совсем скоро планируют начать ремонт тротуаров в городе. Как только установится температура не ниже плюс 10 градусов, рабочие выйдут на улицы. 500 миллионов рублей уже поступили в бюджет. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Должны остаться с урожаем. В Саратове говорили о последствиях аномальной погоды. По словам синоптиков, такой теплой зимы в городе никогда еще не было. За всю историю наблюдений. Тем не менее, фермеры пострадать не должны. Влага в почве есть, а вот у пожарных работы прибавится. Гореть леса могут начать раньше обычного и не только по вине отдыхающих. О чем попросили саратовцев сотрудники МЧС, узнал и Роман Базан. Сегодня в одном из саратовских пресс-центров подвели итоги аномальной зимы. На вопросы журналистов отвечали сотрудники регионального МЧС и гидромедцентра. Говорили в основном о последствиях, скажем так, весьма теплой зимы. Где ждать подтопления в ближайшее время и как это скажется на предстоящем урожае. Наблюдения в Саратове ведутся, напоминаю, с 1912 года. И вот за эти 108 лет у нас действительно впервые был вчера, в частности, побит рекорд. Температура максимальная на вчерашнюю дату была плюс 14 градусов с небольшим округлением. А до этого держался рекорд с 1990 года. То есть, конечно, за весь этот длительный период были годы, когда зимы были короткие и теплые. Говорили сегодня о природных аномалиях, которые ожидают саратовцы в этом году. Ну, в частности, пожароопасность сезон начнется раньше обычного. Пока, правда, везет. Возгорания не было. Но масло в огонь, скажем так, подливает дачники. Многие уже приводят в порядок свои участки и сжигают траву с мусором. Их, как правило, штрафуют за это, но, тем не менее, они добавляют массу неудобств. Снежный покров в основном массе в населенных пунктах у нас сошел. Люди начинают традиционно заниматься уборкой территорий. Открываются поверхность земли, трава, камыши. Все это приводит в результате жизнедеятельности наших жителей к загораниям. Обратились специалисты и к любителям ловли. По словам сотрудников МЧС, зимняя рыбалка официально закончена. Дело в том, что за праздники в различных водоемах области утонули четверо. Среди них и два дайвера. Они, как сегодня рассказали, не смогли выбраться из полыньи и погибли. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Отмоют город к майским праздникам. Накануне глава Саратова Михаил Исаев отправился к коммунальщикам. Там проверил их готовность к весенне-летним работам по уборке улиц города. По словам чиновников, на дороге выйдут 179 единиц спецтехники, 81% из которых уже переоборудован под сезон. Также Исаев отметил, что навести порядок в областном центре должны максимально оперативно. Объявлен месячник по благоустройству. Но на самом деле и в марте, и в апреле мы будем убирать после зимнего периода город. Погодные условия подсушили все наши зеленые зоны. На сегодняшний день уже можно собирать мусор после зимы, листву, опавшую осеннюю, и все вывозить. Мы сейчас уже начали заниматься тем, что мы снимаем лишний грунт. Это зеленые зоны вдоль дорог, тротуаров. Засыпаем их хорошим нормальным грунтом землей. И будем при наступлении благоприятных условий температурного режима, будем заниматься гидропосевом, чтобы у нас было как можно больше газонов. И чтобы вот та земля, которая летом высыхает, превращается в пыль, чтобы она не летала по нашему городу. Снова вырастут. Российские экономисты рассказали о последствиях падения курса рубля для граждан. На сегодняшний день евро превысил 80 рублей, доллар стал стоить больше 70 рублей. По мнению аналитиков, повышения цен на продукты и товары первой необходимости не будет. Как и дешевого бензина из-за скачка цен на нефть. Закономерность отметил экономист Александр Неверов в разговоре с корреспондентом информационного агентства «Саратов-24». Но все же есть вероятность, что повышение стоимости валюты отразится на туристах и на ценах на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Мы решили узнать у саратовцев, опасаются ли они падения курса рубля. Я в экономике не разбираюсь, но тенденция такая. Повышается доллар, повышается евро, повышаются цены. Ну и еще, наверное, это важно для тех, кто часто ездит за границу. Потому что одно дело, когда это было 30 рублей, а сейчас это 80 рублей. Конечно, это очень существенно. Ну, конечно, цены возрастут, наверное. А люди обобеднеют. Вот и все, что можно сказать. И так тяжело у людей жизнь сейчас падает, благосостояние народа. Что будет в перспективе, неизвестно. А вообще, опасаетесь экономического кризиса? Ну, я такой человек, что я не опасаюсь. Я думаю, что у нас правительство умное, и оно знает, как поступить. Конечно. А как же не опасаться? Видите, двое детей. Их и кормить надо, и обучать надо. Вот. С каждым днем жить становится все тяжелее и тяжелее, если честно. Понимаешь, что ты работаешь больше, а зарабатываешь меньше. Пока, наверное, никак не ощущаем. Пока мы никак себе не ощущаем это. Возможно, со временем это все как-то... Мне кажется, пройдет все это. Несколько дней уляжется все это. Хотя, может быть, и на цены может повлиять. То, что вот в магазинах, тем более еще и этот коронавирус. Я, честно говоря, не думала об этом. Не знаю. А вообще, опасаетесь экономического кризиса? Нет. А почему? Нет больших сумм, которые можно было бы потерять. Просто вот все. Сдадут в этом году в правительстве обсудили проблемы обманутых дольщиков. Отчитались по домам, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Так, здание на пересечении улиц Ромаева и Мичурина готово на 50%. Сейчас строители доделывают кирпичную кладку и устанавливают ограждение балкона. Сдать его планируют в октябре. А вот проблемный дом в микрорайоне 3Г, что в Балакове, готов лишь на 5%. Сейчас рабочие забивают сваи. К сентябрю, к октябрю месяца этот дом будет, эти подъезды будут сданы для обманутых дольщиков в городе Балаково. Поэтому контроль и оперативная работа с строительными организациями, с дольщиками, изучение ситуации, в какой находится тот или иной жилищно-строительный кооператив. Вот на сегодняшний день это работа по обманутым дольщикам на рабочей группе. Прервемся на прогноз погоды от Александра Новохадского, затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Задумались, как получить дополнительный доход? А я его уже 7 лет получаю в кооперативе Гарант Кредит. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш Гарант Кредит. Телефон 906-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив Гарант Кредит. Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Телефон в Саратове 906-444. Здравствуйте. В среду 11 марта на Святого Порфирия. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Кое-где возможны небольшие осадки и туман. Ветер южный 3-7 метров в секунду. Днем до плюс 15, а ночью до плюс 5. А в фирменных салонах «Мелодия сна» весь март скидки 20% на новое поступление товара. Подарите себе и близким неповторимое ощущение комфортного и легкого сна. Только в марте в фирменных салонах «Фабрики» скидка 20% на новинки матрасов и кроватей. «Мелодия сна». Яркие эмоции, здоровый сон. Улица Блинова, 35. В Саратове и Англии ветреный и также возможен несущественный дождь. Температура днем до 10 градусов, а ночью до 7 выше нуля. Атмосферное давление около 753 миллиметров в ртутную столба. По приметам. Воробьи сбиваются в стайке. Это к сухой и теплой погоде. А в жилом комплексе «Тайзер» квартира от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Сдача в 2020 году. Телефон 255-166. Всем всего доброго. Берегите себя. Увидимся. Алиса, где купить хорошую квартиру? Ищу на «Шелдомком». Есть отличные квартиры в Саратове и Энгельсе. Осталось выбрать. Звони 255-166. Новости страны. В Якутске произошло массовое убийство собак и кошек. Животным перерезали глотки. Об этом сообщили местные экологи. Они обнаружили туши четвероногих в пункте передержки. Всего более 200 питомцев. Якобы от бездомных избавились из-за того, что в одной из проб было обнаружено бешенство. Ранее якутские чиновники собирались ввести налог для владельцев собак. На эти деньги хотели содержать питомники. Так как средств на приюты для животных у города нет, сообщает «Известия». Выявлены новые симптомы коронавируса. Об этом сегодня заявили в Международной организации здравоохранения. По мнению врачей, симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки Денге. У зараженного пациента может появиться зудящая сыпь и подняться температура. При этом симптомов коронавируса может и не быть вовсе. Это значительно усложняет работу медиков. Напомним, число заболевших россиян выросло до 20, сообщает независимая газета. В Красноярске певица упала в оркестровую яму. Произошло это в сибирском концертном зале. Артистка Анастасия Вишневская не заметила край сцены и с трех метров шагнула в нишу к музыкантам. Девушка сломала стопу, но допела до конца, лежа на животе. Некоторые зрители усомнились в том, что это была не фотограмма. Даже обвинили певицу в халтуре. Но она уверяет, это живой звук. Ее с детства учили петь до конца, даже несмотря на боль. В плане их нет речи о рекламных счетах на проспекте Кирова. Они были исключены из новых правил благоустройства при реконструкции главной пешеходной улицы. Еще в прошлом году начался судебный процесс. Городские чиновники обратились в суд и выступили за снос баннерных конструкций. Однако иск не удовлетворили. Полина Попенец выяснила, как относятся к рекламным счетам саратовцы. Я думаю, что рекламные вывески, которые у нас висят сейчас по всему проспекту, они не нужны. В центре города она работает больше полувека. Сейчас Галина Иевлева возглавляет ветеранскую организацию при научном институте. И до офиса добирается по проспекту Кирова. Вспоминает, что раньше на главной пешеходной улице не было никакой рекламы. И было намного просторнее. Мы же где-то в уголках их людей-то держим. Ходили на площадь, мы спокойно по нашему главному проспекту. Проспект же красивый был все равно. Архитектурно должно все сливаться. Вот проспект сам, он с этим рекламой не особенно сливается. Рекламные счеты и вывески, как бельмо на глазу, жалуются саратовцы. Они мешают свободно ходить по проспекту. Кстати, после реконструкции главной пешеходной улицы изменились и правила размещения рекламы. Теперь баннерные конструкции запрещены, а за вывески с большими буквами штрафуют. Панорамы воруют, видите, вот панорама, а они как бельмо. Лучше пускай будет сиденье, где на чем сидеть, и все, больше ничего не надо. Тем более не мешают, в том плане, что они крутятся, неудобно. И надоедают. Иногда машину не видно за ними, и с целым, наверное, разойтись тяжело. Ну, во-первых, это раздражает, отвлекает. Ну, извините меня, я помню времена, когда их не было. Был нормальный проспект. Рекламные счеты на проспекте появились весной 2016 года. Тогда действующие чиновники посчитали, что они гармонично вписались в городское пространство главной пешеходной улицы города. Но после реконструкции проспекта жалобы от саратовцев увеличились, а чиновники обратились в суд с иском. Были предъявлены исковые требования о признании недействительным разрешением на размещение рекламных конструкций на проспекте Кирова в связи с тем, что на сегодняшний день спорные рекламные конструкции исключены из схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования города Саратов. Исковые требования были рассмотрены арбитражным судом Саратовской области. Удовлетворение иска было отказано. Чтобы освободить пешеходную улицу от рекламных конструкций, нужно время, говорят чиновники. Разбирательство с владельцем счетов длится с осени прошлого года. И с решением арбитражного суда в администрации не согласны. И уже подали апелляцию. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. Мешают ли дети карьере? Таким вопросом задались аналитики сервиса Суперджоп. Они провели исследование среди россиян и узнали, как отвечали жители нашей страны. 44% заявили, что не видят связи между появлением малыша и карьерой. Причем в основном такую позицию принимали женщины. Чуть больше 40% сотрудников в возрасте до 24 лет признались, что строить карьеру нужно до рождения детей. Что касается отпуска по уходу за ребенком, опрос работодателей показал, что треть из них считают полтора года оптимальной продолжительностью для декрета. Еще 26% отметили, что длина отпуска по уходу за ребенком не влияет на трудовую деятельность. Интересно, что 41% респонденток признались, что после декрета сменили работу. Многие открыли свое дело или ушли во фриланс. О главном к этому часу все еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин